Стабильная, но за счет того, что она располагается относительно нашей вертикали под 45 градусов, она лучше драпируется, вот эта раскладка. И ее очень удобно использовать, когда по какой-то причине вам нужна двухслойная раскладка шерсти. Ну, например, между слоями вы прокладываете что-то, ну, например, слой волокон каких-то или еще что-то, или слой, который позволяет сделать вещь теплее, какая-нибудь там, я не знаю, альпака и все что угодно. Вот если вам нужна двухслойная раскладка, это очень удобно. При этом на одежде, как правило, по фигуре драпируется лучше. Это диагональная раскладка. Да, вертикаль – это то, как я смотрю на эту раскладку. Это верх и низ моего изделия, да, вот эта ось, которая, ось симметрии вертикальная. Это вертикаль. Вот, показываю. Сейчас мы, то есть я покажу два слоя, и эти слои будут разного цвета, чтобы было виднее, скажем так. Рядок такой единичный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Девочки, вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что я раскладку веду всегда снизу вверх. Это важно, потому что будем считать, что вот это лицо, очень важно, чтобы тонкий волос у прядки ложился на поверхность, а не тупой. Понятно? То есть при раскладке от себя это возможно. При раскладке сверху вниз у вас тупой край будет выходить на поверхность, и это не очень хорошо. При том, что выходят тонкие, тонкие края, ваш волос будет гладкий, блестящий. Так, это первый слой. Да? Следующий слой. Возьмем контрастную, чтобы было видно 90 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»